привет вы на канале оем зап меня дмитрий сегодня у нас хендай а x35 15 год 140 тысяч пробега на этом автомобиле приехала на капиталку вот клиент сейчас как раз подходил объяснял что да как всю суть проблемы вы же и будете понимали шруза снимать конечно посмотрите подшипник значит отбилителю хочу сказать масса не жрет досол нигде не течет значит это для них заметил только вот недавно когда начало вот это как дизеление он дизелит не то знаете когда газ прибавляешь постукивают газ ну то есть я сниму принципе можете подойти при вас разберем посмотрим часика полки ради какие-то вот еще нюансы вот владелец один сновья он дал его обслуживался там у одного человека в общем то но как бы его время тоже пришло сейчас заведем послушаем как он работает и будем снимать двигатель разбирать смотреть вот и соответственно делать гигализовать скорее всего будем сейчас заведем прекрасно слышно стук задира точнее стук крошневой владелец горит недавно началось это в принципе морозы морозы дают о себе знать все оглаши снимаем двигатель разбираем смотрим также владелец будет удалять катализатор перепрошивать блок под евро 2 вот это как бы его даже он он не знает в каком он состоянии но он уже твердо решил что он будет это делать начинаем с откачки хладагента так как мы так как мы будем снимать вместе с компрессором газ нужно вытащить вытачиваем газ пока он выкачивается разбираем под капотом снимаем проводку аккумулятор корпус возле самого фильтра все что нам мешает вот эти хомутики когда будете отсрочивать аккуратно блин не потеряете эту шайбочку потом блин такую найти конечно проблематично вот эти разъемчике вот на катушке некоторые понизнанке здесь есть такие фиксаторы вот некоторые их начинают ломать как-то блин взламывать и блин бывает приезжают все уже весь разъем поломанные он не защелкивается нифига а снимается он просто вот берете аккуратненько поддеваете вот этот серенький язычок все вот отодвинули назад все спокойно можно снять некоторые начинают здесь уже ковырять отвертками и тем прочим так делать не надо легко снимается свечи свечи на каву сваркой с балдаркой пациент готов вскрытие блок у нас разобран уже с авиксом вот они у нас задержки обманули вот этой стороны лучше видно вот они красивые здесь по-моему самое большое пятно такое соответственно вот они поршни юбки сточены с одной стороны как всегда так дальше у нас идет по вкладышам как всегда у нас верхний вкладыш шатуна тоже протертый нижний вкладыш у нас уже идет усиленный красного цвета с ним в общем то все хорошо но в любом случае вкладыши будем менять все комплектом вот и шатунные коренные по коленвал у нас в принципе все все хорошо все отлично с ним делать ничего не нужно только нужно будет помыть в общем то и все дальше что у нас с насосом насос у нас маленько пострадал здесь вот видны царапины прям они ну такие там слышны много цепляет здесь тоже насос тоже будет меняться дальше будут меняться гидрокомпенсаторы все 16 штук клиент уже в курсе об их цене но он сказал меняем все чтобы я десять раз туда не лазил так распределительные валы у нас тоже в нормальном состоянии есть там какие-то царапинки но в общем то не критично как говорится жить будет цепь у нас была вытянута где-то наполовинку вот здесь вот такая блестящая полосочка то есть как раз где-то половина натяжителя уже вышло цепь тоже будет меняться весь комплект успокоители натяжитель будет также делаться профилактика навесного оборудования то есть меняться подшипники меняться подшипник шкива компрессора на камеру не слышно но то есть там есть такой небольшой гул также генератор тоже отдадим в ремонт там есть тоже небольшие такие звуки сделать профилактику им поменять подшипники может быть четки поменяют сделать ему обслуживание так как катализатор катализатор тоже будет удаляться клиент уже перед этим делаем доскопию катализатора и там вот видно там глубине отсутствует вот кусок вот катализатор будем убивать то есть будет вывариваться пламя-гаситель и соответственно прошиваться блок управления двигателем двигатель в общем-то такой грязненький на самом деле клиент ездил постоянно на оригинальном масле на фендайском 140 тысяч он на нем отъездил замена каждые 8000 и вот все на в таком вот налете черном вот какой вывод что оригинальное масло все-таки не такое уж и хорошее как оказалось вот поэтому лучше искать какие-то хорошие аналоги возможно shell возможно какие-то другие то есть тоже на ваш вкус ну shell в принципе хороший главное чтоб не поддельный был в общем все с клиентом уже согласовали все делать сейчас блок блок будет отмываться поедет гильзовку вот пока он будет гильзоваться я отмоем все остальные запчасти перебрел головку с головкой у нас кстати в принципе тоже все нормально вот когда нет никаких плоскость тоже целом нормальная плоскость еще посмотрим вот здесь поменяются колпачки почистятся клапана вот головка отмоется в общем-то соберется назад все чистим лог и готовим его гильзовки смотрим на 40 тысяч украинах время через 100 за 8 тысяч у меня он дает шахундаевское масло время я четыре раза когда схема он такой желтый-то блин масло подала сон зародием Блок САИКСа у нас пришел. Вчера мы его отправили, сегодня он у нас в руках. Похоже, здесь я разложил уже поршневую. Сейчас будем это все собирать. Пусть поршни новые, соответственно, пульсы новые, вкладыши новые, вот, шатуны старые, шатуны немножко помытые, вот, так, ну что, будем собирать, будем собирать. Здесь у нас остальные запчасти, которые нам понадобятся. Успокоители, натяжитель, там еще вкладыши коренные, цепь, масло, фильтр, планогаситель, очиститель для мойки деталей, здесь помпа. Так, насоса еще не хватает, но насос чуть попозже подъедет. Здесь у нас лежат новые гигакомпенсаторы, 16 штук, весь комплект. Также коленвал тоже отмылся, был весь в таком черном налете. Ну, в общем, здесь тоже все помытое. Волы, здесь у нас рокера, болты, приемник. Вот, все уже готово к сборке. Ну что, будем собирать. Здесь интересно, вкладыши сделали, блин. И сверхний, и с нижний. Обычно вкладыши одинаковые. Но здесь замки с одной стороны, и их не перепутаешь. Так, поршни у нас тоже все подписаны. Первый, второй, третий, четвертый, потому что они в любом случае имеют какой-то разбег в размерах, и каждый поршень гильзуется под свою гильзу. Так, собираем. Все, обязательно смазываем. Также не забываем, как, то есть, правильные сборки поршни и шатуна. Здесь есть, на поршне есть стрелка, то есть, она вперед смотрит на цепь ГРМ. На шатуне есть такой вот лифчик, то есть, он тоже смотрит вперед. Главное не перепутать. Собирается здесь тоже легко, все на стопорах. Здесь уже плавающий палец. Не как на КДшке, там надо было греть все это дело. И сажать палец на горячую. Здесь уже все делается с помощью открыточки. Кладыши у нас уже усиленные будут, и верхний, и нижний. То есть, у нас с завода стоял один нижний усиленный, то есть, красный. А верхний был обычный, без напыления. Сейчас будет стоять уже оба кладыши усиленные. И уже не будет протирать, так как старые. Сколько по времени он тут занимает, как вы делаете? Собрать движок? Сделать? Ну да, я имею в виду, если как, при налии и... Вчера я его разобрался и уже собираю. А вы же еще возите там на эти сам... Ну, вчера отвезли, сегодня-среди утром уже здесь. За один день бывало делали. Утром приезжает машина. Машина утром приезжает, вечером уезжает уже все от Капитали. Бывало по раз, но... Уже вечером по Капитали? Такое бывает, да. Опять же, это редко, но были случаи. А так, в среднем, как бы, три дня. Это в Катарем комплект на Кольце, да? Нет, нет. Гиаметра у разных или нет? Нет, это одинаковые. А что тогда из-за росточки? Это стандарт. Здесь вильза, вытачивается родная, выставляется, как бы, другая вильза. Ну, стандарт, да. То есть, оригинальная. А их нет, оригинальная. Я не знаю, сколько и раньше. Все время наступил, что с каждой Капиталкой, там, ну, естественно, после росточки, ну, на этот самый, там, уже ремкомплект какой-то такой. Нет, ну, это, если есть, он по заводу. То есть, он предусмотрен заводом. Они есть китайские ремонтные, можно расточить, поставить там ремонтную клошку. Ну, блин, как файл, это... Ну, это вот в алюминиевом блоке, вот это внутри, да? Да, там вставляются новые гильзы, да? То есть, там под новую гильзу протачивается. А, старая стачивается, да? Да, да, да. То есть, ну, грубо говоря, в старой гильзе, прям в старую гильзу, то есть, там чуть-чуть остается ее, прям туда впрессовывают новую. Ну, ее не должно оставаться, диаметр, да, тот же должен быть. Нет, диаметр тот же, да, остается, внутренний. Ну, вот я тогда приезжал, когда сидел, когда был в марке, тогда ты мне когда-то обсудил, что-то движки вот три безлицом этими, по пять штук стояло, привозили все. Ну, у нас его подольше тогда, наверное, получается, да? Да, и сейчас тоже, стеллажи забиты этими движками. Не, я говорю, капитальники тогда стояли, говорю, только подольше получается. Ну, если, да, если большой, как бы, такой спрос. Ну, все равно, ну, неделю максимум. Если там каких-то... Недели это много, бля. Ну, опять же, это если там какие-то заминки, там, запчастями. Это что за трибула? Нет, это? Это то, что потом вставляет, да? Это сжимать кольца. А, они сейчас рождатые. Рабочая. Поршневая у нас собрана. Ну, вот, кольца уже одеты. Кольца, какой у нас порядок колец? То есть, сначала у нас идет маслосъемное кольцо, оно набраное. Дальше у нас идет чугунное, второе компрессионное. И самое верхнее у нас идет стальное. Главное, их не перепутать местами, потому что потом, когда будете заводить, если вы вдруг сами будете собирать это все дело, то потом будет у вас стрелять, чихать, и будете думать, почему и как вообще это происходит. Так, ну, что будем вставлять. Смазываем юбки маслом. Одеваем оправку. Одеваем оправочку. Одевайте так, чтобы у вас, ну, юбка немножко выступала, чтобы у вас как направляющая была. И потихоньку стягивайте, пока оно все не стянется. Можно чуть-чуть смазать цилиндр. Вставляем. Можно чуть-чуть обстучать, чтобы она, оправка выровнялась. И все, берете какую-нибудь деревяшку, молоток с деревянной ручкой. И потихонечку начинаете забивать. Все. Остальные поршни, в принципе, по аналогии все делается. Ничего нового здесь не будет. Так, собираю все остальные поршни, вставляю точнее. Потом переворачиваю, будем ставить коленвал. На наших станциях можно, в принципе, к любому мастеру, если подходить. Если у вас есть какие-то вопросы. Например, человек подходил, сейчас спрашивал тоже по двигателю. Ну, видел, что он у нас собирается. Это наш постоянный клиент. Вот. Можете подходить, спрашивать, задавать вопросы. Касаемо двигателей, вообще ремонта автомобилей. В принципе, с радостью ответят. Так что не стесняйтесь, подходите, спрашивайте. Все, коленвал у нас установлен. Все болты затянуты. С нужным моментом. Все вращается у нас легко, без закусываний. То есть все у нас хорошо. Сейчас будем ставить поддон. Здесь есть такой нюанс. А здесь герметика можете не жалеть. Вот в этих местах. Здесь есть вот такие доветушки. И вот эти, то есть здесь болты, отверстия под болты. То есть если здесь плохо промазать герметиком, то у вас начнет течь масло. Поэтому здесь, ну, не жалейте его. Все, ставим поддон. Так, произвели замену подшипника шкива компрессора. Все, теперь он не гудит, не люфтит. Все хорошо. Его замену можете посмотреть на нашем ТикТок канале. Заходите туда. Там есть много еще интересных видео. Так, осталось, что нам осталось. Сейчас прикручиваем коробку. Вот, переворачиваем, соответственно. Прикручиваем головку, прикручиваем коробку. Вот, ну, дальше включимся, покажем еще какие-то нюансы. Двигатель собран полностью, со всем навесным. Это новый насос масляный, новые цепи. Правда, они не успели это заснять. Оператор уезжал на другую территорию. Вот, не было возможности снять в тот момент. Вот. Двигатель все собран и готов к установке. Свечи еще не вкручивали. Свечи будут вкручиваться потом, после того, как мы уже соберем, прокачаем масло. После этого только будем вкручивать свечи. Все, катализатор удален. Здесь все уже варен пламя-гаситель. Заварен сам корпус. Все аккуратненько, нигде сечь не будет. Вот. Пламя-гаситель тоже хорошая ферма. Звука будет минимум. В любом случае, когда ставится пламя-гаситель, появляется такой немножко звенящий звук. Но это, в принципе, любой пламя-гаситель будет так делать. Все. Устанавливаем его на автомобиль. Сейчас здесь еще термоэкраны поставлю и буду устанавливать. И вот двигатель уже установлен на автомобиль. Вот. Сейчас заправляется у нас кондиционер. Антифриз залит. Масло залито. Что касаемо масла, мы заливаем 5В20 после капиталки. Потому что по рекомендации завода-производителя, то есть в тяжелых условиях лучше лить 5В20. А городская эксплуатация, это все-таки есть тяжелые условия эксплуатации двигателя. Поэтому мы льем 5В20, в общем-то, и который год ездят двигатели без проблем. Вот. Сейчас будем... У нас свечи выкручены. Выкручены свечи, отключены форсунки. Вот. Для чего это сделано? Чтобы закачать масло по всей системе, чтобы у нас погасла лампа давления масла. Вот. И чтобы цепь у нас не перескочила. Потому что если крутить со свечами, то есть риск, что у нас проскочит цепь. Потому что натяжитель еще не накачается маслом. Вот. Так, ну, идем в салон. Садимся в салон. Крутим, пока у нас не погаснет лампа давления. Ну, ну, вот так. Все крутим, пока у нас не погаснет масленка. Так, стоп, сейчас отдадим. Дадим отдохнуть чуть-чуть стартер. Теперь идем вкручивать свечи. Ставить катушки, подключать форсунки. И уже будем проводить непосредственно запуск. Свечи вкрутили. Катушки установлены, подсоединены. Форсунки подсоединены. Проверяем уровень масла. Не туда поглядеть. Так, масло есть. Кондиционер заправлен. Все. Ключ на старт. Ну, давай, Димон. Ты собираешь, я разбираю. Погнали. Все, запускай. О! Все привелось, да? Все. Завелся. Скорее всего, стол тычка. Все работает нормально. Сейчас гидрики прокачаются. Погнали чуть-чуть потише. Все, даем ему чуть-чуть поработать. Потом проверяем антифриз. Антифриз. Двигатель у нас работает. Сейчас ждем, пока он прогреется. То есть, открывается термостат, включится вентилятор. Проверим, чтобы не было никаких течей. Останется поставить только защиту. И перепрошить блок направления двигателем. По срокам, по срокам этот ремонт занял 3 дня. То есть, да, вчера бы я ее уже собрал, конечно, но вчера весь цех был занят. Некуда даже было поставить машину. Так что, звоните, звоните, пишите на приемку. Звоните к нашим мастерам. То есть, узнавайте по ценам. Если вас это заинтересовало. Ждем вас к нам в сервис на обслуживание. Ну, на ремонт тоже ждем, но, конечно, лучше на обслуживание. Все, всем удачи на дорогах. Подписывайтесь на наш канал. Вот, и всем, всем удачи. Пока.